Они пугали людей приближением поезда, наблюдали, как рабочие выходят с фабрики. Они были орудием времени и примером изобретательности. Они – братья Люмьер. Слово «movie» в английском языке означает «кино». Это сокращенный вариант от «moving pictures», то есть движущиеся картинки. Именно так современный зритель оценит первые киноленты в истории. Братья Люмьер родились в Бизонсоне, в семье художника, который со временем стал фотографом. Он переехал в Лион, где его сыновья учились в местном техническом училище. Позже Агюст закончил образование в Бернском университете в Швейцарии, а Луи – в высшей технической школе в Париже. Сначала Луи разрабатывал идею коммерческого использования фотопластинок. В 18 лет он освоил технологию изготовления, и они вместе с отцом решили открыть фабрику по их производству. Так начал складываться семейный капитал Люмьеров. В 1872 году Луи изобрел сухую фотопластинку. Ее производство дало процветание семейному бизнесу. И спустя 20 лет семейное предприятие Люмьеров выпускало по 15 миллионов пластинок ежегодно. Однажды Антони Люмьер, отец семейства, побывал в Париже на показе кинетоскопа, изобретенного Томасом Эдисоном. В кинетоскопе фильм мог наблюдать исключительно один человек через небольшой окуляр. Понятное дело, что технология имела большое будущее, но массового зрителя было не завлечь. Вернувшись, отец рассказал о чуде сыновьям, и Луи начал работать над прибором, который мог бы проецировать движущиеся картинки на экран для большого количества людей. В 1895 году он вместе с братом построил первый вариант кинопроекционной установки. Вскоре была готова и съемочная камера. 13 февраля 1895 года ими получен патент на аппарат, служащий для получения и рассмотрения изображений. Устройство представляет собой универсальный проекционный, съемочный и копировальный аппарат для изготовления кинофильмов. 28 декабря 1895 года считается днем рождения мирового кинематографа, поскольку именно в этот день братья Люмьер организовали первый в истории платный кинопоказ. Он проходил в Гранд-кафе на бульваре Капуцинок в Париже. Тогда 33 зрителя собрались посмотреть движущиеся фотографии. Было показано два фильма «Прибытие поезда» и «Выход рабочих с фабрики Люмьеров». Главной заслугой братьев была разработка механизма, который обеспечивал пошаговое перемещение пленки. Сам принцип они заимствовали из швейной машинки, где ткань перемещалась после каждого стежка. Кроме того, они оснастили аппарат абюратором, заслонкой, перекрывающей световой поток во время перемещения пленки. Именно благодаря абюратору зритель не ощущал движение пленки. Братья не только занимались изобретением техники, также они лично осуществляли съемку и организовывали показы, так что их можно назвать полнокровными отцами кинематографа. В одном только 1896 году они выпустили порядка 40 картин, в которые отображалась повседневная французская жизнь. Игра в карты, работа кузнеца, кормление ребенка и прочее. Среди первых картин было много комических короткометражек. Время демонстрации фильмов было небольшим, всего 1-2 минуты. Первые зрители с ужасом смотрели на надвигающийся поезд. Казалось, он вот-вот врежется в экран, проломит стену и поедет по живой плоти. Впечатления, производимые кинематографом на людей той эпохи, сложно передать словами. Ну нахер. Отец. Ну ты видел? Видел? С каждым годом интерес к кино все возрастал и возрастал, а братья полностью сосредоточились на этой деятельности. Тогда же они построили первый в городе Леон и в мире кинотеатр, где показывали свои фильмы. В 1896 году Люмьеры отправили в путешествие по всему миру команду репортеров-распространителей. Они снимали сюжеты обо всех значительных событиях и одновременно пропагандировали новый вид техники, показывая кинофильмы. Скоро в кино началась конкуренция, поскольку многие предприниматели поняли, насколько прибыльно это дело. Люмьеры не выдержали этой конкуренции и в 1898 году прекратили массовый выпуск фильмов. Их последней картиной стали страсти по Иисусу. Еще какое-то время они продолжали заниматься промышленным производством киноаппаратов, кино и фотопленки, но через несколько лет продали все свои патенты. Начиная с 1900 года, братья Люмьеры снова стали заниматься цветной фотографией, а в дальнейшем их пути разошлись. Луи продолжал заниматься кино, а Гюст стал заниматься медициной и исследовал раковые клетки, функции витаминов и вакцин. Тут следовало бы поставить точку в этой истории, однако есть один эпизод, который не дает покоя. Сцена, которую вы сейчас видите на экране, была снята за 7 лет до официальной даты рождения кинематографа 1895 года и называется «Сцена в саду Роундхей» за авторством Луи Лепренса. Вдохновленный опытом Мейбриджа, зафиксировавшего движение лошади по фазам с помощью серии фотоснимков, Лепренс взялся за изобретение своего аппарата. Его камера напоминала фоторужье. В результате, в 1888 году, находясь в саду поместья своей тещи, Лепренс снял самый настоящий и первый в истории кинофильм, длительностью чуть более секунды. В сентябре 1990 года Лепренс, вернувшись во Францию для встречи с родными, готовился запатентовать в Великобритании свою новую камеру для ее рекламы в США. Однако осуществить планы не удалось, так как Лепренс таинственно исчез из поезда «Дижон-Париж» 16 сентября 1890 года. Он просто сел на поезд и никогда из него не вышел. Ни его тело, ни багаж так и не были найдены. А в 1897 году было объявлено о его смерти. После этого аппарат был конфискован, а патент аннулирован. В результате Лепренс и его изобретения так и не получили широкой известности. Хотя и сильно опережали другие разработки в этой области. В 2003 году в полицейских архивах Парижа была обнаружена фотография, датированная 1890 годом, фотография утопленника, похожего на Лепренса. Однако был ли это он и каковы причины, до сих пор неизвестно. Два сына художника, которые стали орудием времени, они изобрели современное кино. Однако человечество давно шло к этому, и не будь их, открытие было бы сделано кем-то другим. Однако это нисколько не умаляет заслуг первопроходцев. На то они и первые, чтобы делать маленькие робкие шаги, которые движут человечество. Избранники времени и человеческого гения. Спасибо за внимание. Ставь лайк этому видео, подписывайся на канал и не забудь нажать колокольчик, чтобы не упустить новые ролики. А также можешь зайти в наш паблик, там очень много всего интересного. Адьос. Субтитры сделал DimaTorzok